Еще раз вас приветствую, ребята. Я тут приглядела себе симпатичный платочек, хочу уже обновить свой. Но тут такое дело, он находится в ледяной квадрате, и нет возможности у меня его достать. Но тем не менее, в этом на самом деле его ценности, его прелести, его дополнительные качества можно раскрыть. Потому что, не знаю, насколько передается это через камеру, но здесь мне просто в 3D-эффекте видно всю эту потрясающую красоту. Тем более, что и сделали его сибирские дизайнеры, не какие-то заморские ребята. Действительно наши, и всю эту красоту и прелесть они смогли отразить. И главное, что он здесь не один, а вы можете увидеть, что здесь находится несколько штук. Но подробнее о том, что не случайно они здесь появились, не просто так их вытащили из Енисея и поставили сюда. Нам расскажет подробнее наш гость. Доброе утро, походите ко мне. Ближе Михаил Павлович Шубский, заведующий отделом современных художественных практик Центра культурных инициатив города Красноярска. Ну расскажите, каким же образом такая прелесть здесь появилась на набережной реки Енисея? И знаешь, что еще ни в одном месте они есть. Ну да. Ну я должен сказать в первую очередь, что это действительно был такой конкурс среди сибирских дизайнеров. И 20 платков были отобраны. Часть мы их показывали как арт-показ красноярцам. А часть вот сделали вот такую историю, можно сказать, что в Сибири, наверное, главное это вот лед, мороз, как сегодня Енисея. И поэтому вот с помощью такой технологии, природной технологии, мы утопили эти платки в Енисей. И вот получили такие капсулы времени, то есть платки, которые получились в мороженое, в лед. И они дают действительно, лед, вода дает эффект такого увеличительного... Как под линзы. Да, как под линзы. Ну и главное, что здесь мне очень нравится, это поэтика того, что это действительно получается капсула времени, когда мы говорим об Аярине Морозе, когда мы говорим вообще об истории, о Василии Ивановне Сурикой. И видишь вот эти платки, ты начинаешь понимать, что человеческая память, это не только то, что написано в книжке, она может быть визуально, она может быть просто доходить к каким-то ощущениям. И вот это ощущение вот этой прозрачности, вот такого Енисея, который выскочил сюда на берег, он есть. Ну да, мы еще действительно вспоминаем о том, что это, скажем так, часть большого проекта Аярине Морозова, который вы проводите уже, получается, год, наверное, ему даже где-то год, да? И смогут увидеть и жители города, и гости, которые приедут к нам в самое ближайшее время на крупнейшее спортивное состязание. Давайте так вот коротко, когда, где можно будет увидеть и что? Действительно, вот этот проект, это спутник проекта, а вообще мы делаем большой проект, который называется «Боярин Морозов». Это спектакль, такой мультикультурный спектакль, где задействованы и музыка, и хореография, и моделинг, и коллекции. И все вот это мы собрали и сделали такую постановку, которая 1 марта 2019 года в городе Ка будет представлена для гостей и красноярцев. Ну что ж, спасибо большое. Еще раз скажу, что мы сейчас находимся на арт-набережной города Красноярска. Здесь находятся 4 такие вот, назовем их, скульптурами пока. А еще можно увидеть их в новом возле дворца. Дворец труда и согласия, музей-усадьба Сурикова, музыкальный театр и Центр культурных инициатив. Всем, я еще раз благодарю всех, кто принял участие в этом чудесном, в то же время сумасшедшем проекте, который мы все-таки реализовали. Всем спасибо. Ну это действительно уникально. Мы говорим спасибо вам за то, что у нас в городе действительно такая красота появляется, которую можно увидеть. Выбирайте то, что вам ближе, а лучше проедьте по всем местам. Этого я вам отчаянно желаю.